В мнении людей автомобили марки Lada это в первую очередь не очень красивые, не очень надежные, но весьма доступные автомобили. Но Vesta полностью изменила, скажем так, их предрассудки. Это абсолютно новый автомобиль, это другой автомобиль по своей концепции. Он красивый, он комфортный. Действительно достойный экземпляр и Автоваз показал, что он может сделать очень неплохие автомобили. Автомобиль получился действительно красивым, чего только стоят эксобразные боковые выштамповки. Причем стильно смотрится как передняя, так и задняя часть седана. Но вот название бренда Lada на крышке багажника выглядит откровенно вычурно, но на это можно закрыть глаза. А что же ждет нас в салоне? Тест-пилот ожидал чуть большего. В целом претензий как к эргономике, так и к комплектации нет. Но после симпатичной внешности хотелось бы увидеть не менее красивый салон. Но нет, тут все просто, как и в других доступных автомобилях. Профиль передних сидений довольно удобный, боковой поддержки чуть-чуть не хватает. Если сзади едут пассажиры, то в длинной дороге придется делать чуть больше остановок, потому что профиль задних сидений оставляет желать лучшего. Стоит отметить ручное управление климатом. Оно имеет небольшой дисплей, на котором в виде шкал отображена интенсивность обдува и регулировка температуры воздуха. Автоматического режима в нашей комплектации нет. Объем багажника 480 литров, но его портит откровенно узкий проем. Перевести крупногабаритные вещи будет сложно из-за того, что они не пролезут в щель между открытой крышкой и бампером. Под капотом Vesta установлен силовой агрегат объемом 1,6 литра, мощностью 106 лошадиных сил. И вот мы смотрим под капот, и первое, что нам бросается в глаза, это большая пластиковая накладка. Это в принципе хорошо, потому что она защищает двигатель от пыли, грязи и так далее. Но мы ее можем легко снять, легко снять. И мы уже увидим, скажем так, более детально сам силовой агрегат. В принципе, доступ достаточно неплохой, с обслуживанием проблем не будет. В целом, автомобилю он подходит неплохо. Динамика не сказать, что какая-то вызывающая. Нет, обычная стандартная хорошая динамика для нормальных ускорений. На проселочных дорогах Lada Vesta определенно порадует водителя. Дорожный просвет 178 миллиметров. Электроника заточена под имитацию межколесной блокировки дифференциала. А в снежной каше, где нужно идти ходом, ESP можно отключить. То есть, по сути, российский седан имеет неплохие кроссоверные задатки. Проездив целый день на Lada Vesta, хотелось бы отметить несколько вещей. Ну, во-первых, связь между рулем и колесами очень и очень неплохая. Но на крупных неровностях отожидаешь чуть больше мягкости от этой подвески, чуть больше энергоемкости. Вот. Также на трассе очень приятно ехать, потому что у нас на 100 километров в час порядка двух с половиной тысяч оборотов в минуту автомобиль шумами не напрягает. Вот. Поэтому можно в дальней дороге ехать там 100-120 с абсолютно вот легко и смело. Вот. И в целом автомобиль себя показал действительно с хорошей стороны. Нет каких-то таких отрицательных, отторгающих моментов. Все вот так вот действительно душевно в некотором роде. Что можно сказать про Vesta? Автомобиль со всех сторон получился достойным. И дизайн, и подвеска, и двигатель подарят положительные эмоции. Vesta не только сломала стереотипы, но и обогнала своих конкурентов по некоторым параметрам. Да, определенные мелочи, конечно, есть. Но не стоит забывать, что это автомобиль, который может себе позволить, если не каждый, то многие.